Яков Федотович Павлов Великую Отечественную войну встретил в боевых частях В районе Ковеля в составе войск Юго-Западного фронта Которые вели тяжелые оборонительные сражения на территории Украины В 1942 году Яков Павлов был направлен в 42-й гвардейский стрелковый полк Первое время он ведал боепитание Летом того же года воинское подразделение вело упорные бои с врагом Который рвался к Сталинграду Гитлеровцы несли большие потери Но все еще имели превосходство в силе и упрямо шли вперед В июле 13-я гвардейская дивизия, в которую входил полк Была выведена из боев Командующий Родимцев со своим штабом уже находился в городе Бои шли в те дни в районе Донца и Дона Когда воинское подразделение прибыло в Сталинград То здесь еще не чувствовалось дыхание приближающегося сражения Город жил своей повседневной напряженной трудовой жизнью Пробыв в нем несколько дней, дивизию отправили в Камышево Где она стала готовиться к новым боям Якова Павлова назначили командиром пулеметного отделения Весь август прошел в учебе С фронта приходили нерадостные вести Скоро стало известно, что фашисты несколько раз бомбили Сталинград В середине сентября 1942 года создалась угроза Прорыва противника к Волге в районе центра города Вечером 27 сентября Павлов получил боевое задание от командира роты Разведать обстановку в четырехэтажном жилом доме Выходящем на центральную площадь Решено было превратить это здание в опорный пункт Так как оно занимало важное стратегическое положение С тремя бойцами Якову Павлову удалось выбить немцев из здания И полностью захватить его На командный пункт 42-го гвардейского стрелкового полка Который находился напротив в разрушенной мельнице Он отправил донесение Немцев выбил, закрепился Прошу подкрепление, Павлов После этого его группа удерживала дом более двух суток На третьи сутки к нему прибыло подкрепление Пулеметный взвод, группа бронебойщиков и автоматчиков Численность защитников дошла до 24 человек Гвардейцы при помощи саперов усовершенствовали оборону дома Заминировав все подходы к нему Прорыли небольшую траншею По ней поддерживалась связь с командованием Доставлялось продовольствие, пулеметы, минометы Противотанковые ружья, боеприпасы А также были эвакуированы мирные жители Которые скрывались в подвалах здания Позднее в помещении, отведенном под штаб Был установлен полевой телефон Дом стал неприступной крепостью Фашисты непрерывно атаковали здание Пытались разбить его артиллерией и авиабомбами Немцы организовывали штурм по несколько раз в день Каждый раз, когда солдаты или танки Пытались вплотную приблизиться к дому Яков Павлов со своими товарищами Встречал их шквальным огнем Из подвала, окон и крыши 24 воина, 9 национальностей Стойко оборонялись в укрепленном сооружении Отражая яростные атаки противника И удерживая дом до начала контрнаступления Советских войск в Сталинградском сражении 19 ноября 1942 года Согласно операции Уран Наши армейские подразделения Перешли в наступление Героическая оборона здания Продолжалась до дня ликвидации Группировки немецко-фашистских полчищ В районе Сталинграда В течение 58 дней Советские воины-гвардейцы Удерживали стратегический опорный пункт И не отдали его врагу На личной карте Паулюса Этот объект был отмечен как крепость Пленные гитлеровские разведчики считали Что это неприступное укрепление Оборонял батальон Потери немцев, которые пытались занять дом Превысили их потери при наступлении на Париж Об этом здании сначала узнала наша армия Потом вся страна И, наконец, весь мир В историю Сталинградской битвы Он вошел как дом Павлова Его обороняли бойцы Каждый из которых стоил целого отделения А то и взвода противника Война превратила в груду развалин Многие здания Сталинграда Дом, который удерживали бойцы Под командованием Якова Павлова Считается первым восстановленным сооружением города Его официальная реконструкция Началась 9 июня 1943 года 25 ноября 1942 года Во время атаки Яков Павлов Был ранен в ногу и отправлен в госпиталь По выздоровлении он воевал наводчиком орудия И командиром отделения разведки В артиллерийских частях 3-го Украинского и 2-го Белорусского фронтов Пройдя боевой путь от Сталинграда до Эльбы Вскоре, после окончания Великой Отечественной войны 27 июня 1945 года Заратные подвиги, мужество и героизм Проявленные в боях с гитлеровскими захватчиками Якову Павлову присвоили звание Героя Советского Союза С вручением Ордена Ленина И медали «Золотая звезда» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok